Джонатан Нолан говорит о втором сезоне Fallout, а Sonic 3 радует отличным новым участникам актерского состава. Тем временем, Человек-паук 4 может быть снят самой настоящей легендой, в то время как Квентин Тарантино переосмыслил свой последний фильм. Узнайте обо всем этом и многом другом в новостях Киночек на этой неделе. Это было бы абсолютной сенсацией. Согласно первым слухам, Сэм Рэйми может снять Человека-паука 4 с Томом Холландом в заглавной роли. Последние отчеты от World of Real предполагают, что режиссер действительно может вернуться к еще одному фильму о Человеке-пауке, на этот раз с Томом Холландом вместо Тоби Магуайра. Предположение основано на внутренних источниках, сообщающих о переговорах между Рэйми и ответственными лицами Marvel и Sony. Хотя в настоящее время официального предложения нет, возможность сотрудничества, по-видимому, зависит только от графика Рэйми. Рэйми сейчас велик в индустрии, его ассоциируют с различными проектами. В интернете существуют слухи о его участии в Докторе Стрэнджи 3, Мстителях 5, Мстителях 6. Рэйми – весьма привлекательный вариант для Marvel и Sony. Первые три фильма о Человеке-пауке популярны, а фильм Рэйми «Доктор Стрэндж» и «Мультивселенная безумие» отличался уникальностью. Если с Рэйми не получится, Marvel и Sony рассматривают Джейна Франсиса Дейли и Джонатана Голдштевина по словам «Волшебного мира». Они были вовлечены в создание сценария «Человека-паука. Возвращение домой». Другой кандидат – Джон Фавро. Ведь он создал основу успешной киновселенной Marvel фильмами о «Железном человеке». «Человек-паук-4» должен начать съемки осенью. Следовательно, решение о выборе режиссер должно быть принято скоро. Новости кастинга для «Соника 3». Было много волнений, когда Ёжик Шэдоу в третьей части появится. Теперь волнения еще больше Киану Ривз, звезда Джона Уика, озвучивает персонажа. Объявление сделано после презентации Paramount Pictures на CinemaCon. Подтверждено The Hollywood Reporter. Шэдоу впервые в Sonic Adventure 2 исследовательской программе исходит. Создан дедушкой доктора Работника. Дедушка Работника создал его. Персонаж физически похож на Соника, один из его соперников. Шэдоу высокомерен, но считается одним из самых глубоких персонажей во вселенной Соника. Факт голоса Киану Ривза персонажу приятен. Соник сам признался, что является поклонником иконы боевика. Итак, ожидайте меташуток в «Сонике» в кино 3. Фильм выйдет 20 декабря. Это никто не ожидал. Кинокритик должен был быть последним фильмом Квентина Тарантино. Однако произошел неожиданный поворот. Тарантино прекратил работу над фильмом. Как сообщает время выхода, Тарантино решил не продолжать работу над кинокритиком. Это решение может удивить многих, ведь съемки были на носу, и много деталей уже было известно. Например, Брэд Питт должен был играть главную роль, и Том Круз также рассматривался. Тарантино продолжал переписывать сценарий, что привело к задержке. В конце концов, Тарантино решил прекратить работу над кинокритиком, так как проект уже не соответствовал его видению. Весьма напоминает споры о отвратительной «восьмерке». И здесь почти закрыли проект после опубликования Черновика сценария в сети. В конечном итоге, Тарантино возобновил проект и успешно завершил его. Интересно, какой фильм заменит критику в роли последнего творения режиссера? Предварительные источники предполагают, что режиссер размышляет над своим новым последним фильмом. Тарантино намерен закончить карьеру после десяти фильмов. Нет времени для отпуска. После прославленного «Убийцы цветочной луны» Мартин Скорсезе вернулся с двумя новыми проектами. Дедлайн сообщает о экранизации «A Life of Jesus», где Скорсезе хотел бы работать с Эндрю Гарфилдом и Майлзом Теллером. Пятиминутный фильм, основанный на учениях Иисуса, будет происходить сегодня. Съемки пройдут в Израиле, Италии и Египте. Байопик о Фрэнке Синатре также разрабатывается, где Скорсезе опять встретится с Леонардо Ди Каприо. Рядом с ним будет Джефф. Пеннифер Лоуренс в роли Авы Гарднер, второй жены Синатры. Есть один незначительный вопрос Тина Синатра, отец которой управляет наследством, пока не дала свое отношение к проекту. Если это произойдет, то оба фильма можно снять за один раз. Выпуск в 2025 или 2026 кажется возможным. В настоящее время рассматривается Sony Pictures в качестве потенциальной студии, которая может финансировать проекты. Однако и Apple продолжает проявлять интерес к фильмам режиссера. В конце концов, раньше Скорсезе и Apple успешно работали вместе над убийцами цветочной луны. Серийная адаптация Fallout имеет оглушительный успех и сейчас волнует миллионы зрителей. Пока нет официального подтверждения относительно второго сезона, но производственная команда Джонатана Нолана уже обсуждает сюжет для сиквела в интервью с The Wrap. Нолан открыл, что очень особенное место будет в основе второго сезона Fallout. Говорим о городских пейзажах, сильно напоминающих New Vegas из игры с тем же названием. Было упомянуто о возможном появлении как-то и смерти. Со-шоураннеры раскрыли, что хотели сохранить такие элементы для второго сезона, чтобы придать необходимый смысл и воздействие. Подход к интеграции знакомых элементов из игр в сериал при исследовании собственного сюжета был направлен на обеспечение сбалансированного и подлинного Fallout'ы. Кроме того, звезда во всех тяжких, Аарон Пол, тоже выразил интерес к участию в сериале. В конце концов, Пол и Нолан уже работали вместе над сериалом «Мир Дикого Запада», так что его участию в Fallout не исключено. В данный момент мы все еще ждем официального подтверждения от Amazon на продление сезона 2. Но это не должно занять много времени. Шумиха сейчас большая. Наставало время для еще одной серии. 2019 года комедийный ужастик «Я готова» стал небольшим хитом с кассовыми сборами почти в 58-м миллионе. Но для сиквела этого мало, который, похоже, уже долгое время в разработке. В интервью Entertainment Weekly два режиссера, Мэтт Бенигели-Олпин и Тайлор Джилетт, показали, что «Я готова 2» в процессе с 2019 года. Согласно Джилету, сценарий уже закончен и абсолютно великолепен. Несмотря на уверенность создателей, Searchlight Pictures еще не дало зеленый свет на производство. Также остается неясным, повторит ли Самара Уивинг свою роль. Тем не менее, режиссерский дуэт остается оптимистичным и заявил, что с «Прожектором» и «Самарой» они не подведут. Так что если вы фанат предыдущей части, держите кулачки. Мир монстров продолжает жить. В то время как боевик «Годзилла против Конго» продолжает пользоваться успехом в кино, происходят перемены и в телевизионном пространстве. Помимо второго сезона «Монарх. Наследие монстров», Apple готовит ряд проектов ответвлений. В пресс-релизе компания заявила о желании работать с Legendary Entertainment для расширения вселенной монстров. Спин-оффы могут посвятиться монстрам, как Мотро или Гидора. В конце концов, они уже появились в «Годзилле. Король монстров». Морган Ванделль, глава международного отдела Apple TV, отметил положительный отклик зрителей на первый сезон «Монарх. Наследие монстров» и назвал сиквел логичным. Второй сезон вновь будет создаваться шоуранерами и соавторами – Крисом Блэком, Мэттом Фрэкшеном, совместно с кинокомпанией Safehouse Pictures и Мэттом Чакманом. Подробности о потенциальном сюжете пока не раскрываются. Тем не менее, может случиться так, что новый сезон будет посвящен полой земле и преодолеет разрыв между Годзиллой и Годзиллой. Конг и Годзилла Икс Конг. Новая империя.